Итак, берем кусочек вот такой бязи 20 на 14, 20 сантиметров, 14 сантиметров, и у нас их два кусочка я взяла. Можно целиком делать кусочек, можно отдельными, вот такими маечками. Так, и вот такой длинненький бифлекс берем. Складываем его пополам. Смотрим, где лицо, где не лицо. И складываем бутербродиком вот таким образом. И второй слой сюда же. То есть у нас слой бязи снизу и сверху, а посерединке у нас идет бифлекс. Сейчас я разложу аккуратненько. Вот таким образом мы складываем. Обязательно закалываем. Смотрим, чтобы у нас везде все совпало. Закалываем иголочками. Эту иголочку у меня в клею. Так, и начинаем шить. Естественно, выкройку переводим вот сюда. Вот кладем ее и рисуем прям по бязи. Очень удобно и интересно. Итак, мы не зашиваем вот здесь, где горловина. Не зашиваем, где ноги. И у рук мы не зашиваем вот здесь. Надеюсь, понятно. И начинаем шить. Закрепочку ставим обязательно. Длина стежка 1,5. Закреп тут. Закрепочку. Закрепочку. Шьете практически со мной. Закрепочка. Так, прошили одну часть. Вот здесь у нас получается не зашита. Это у нас шея. Дальше поехали. Ноги. Закрепочка в конце обязательно. Теперь в другую сторону ноги. Закрепочка в конце. 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 Так, вторая нога. Ой, первая нога сшилась, вторая нога. Хорошо их не три. Закрепочка в конце. 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 Стараемся попадать по нарисованным линиям. Если не попадается, это ничего страшного, с опытом приходит. Так, теперь мы шьем руки, не зашивая отверстия для выворачивания и для набивания. Закрепочка в конце. Закрепочка в конце. Продолжение следует... Не попало в строчку. Вот здесь чуть-чуть не попало. И вот здесь капельку не попало. И смотрим, чем закончится все. Но я думаю, эти миллиметры не будет сильно видно. Продолжение следует... Продолжение следует... Ура! Сделали. Теперь, мои хорошие, я еще ушки сейчас сделаю. Вот у меня тут сколько тканей осталось. Ушки сейчас нарисую. Вы можете их рисовать по выкройке. А я их нарисую прям так. Вот такие вот ушки. Раз и два. И если они чуть-чуть разные будут, это не страшно. У человека тоже уши разные. У куклы. А почему у куклы? Они не могут быть разными. И, в принципе, они не сильно отличаются. У моего сына уши такие. Он сам худой, а уши такие, знаете, как пельмешки. Весь жир, наверное, скапливается там. И раньше я кукол своим делала, уши набивала синтепоном. Сейчас я так вот не делаю. Чуть-чуть тоже не попало. Не видно. Карандашом нарисовано. Уже идем на ощупь по приборам. Так. Все практически готово.